Всем привет! С вами Италий Мичуковский. Сегодня, как удивительно, мы не будем говорить ни о фотошопе, ни иллюстраторе, ни вообще ни одной программе. Сегодня ролик будет посвящен работе дизайнеров. Да, вот, возможно, эта рубрика появится скоро. Итак, я вам сейчас кое-что покажу. Это билборд, который я увидел на дороге в своем городе. Внимательно на него посмотрите. Круто, правда? У меня один вопрос. Ребят, вы под чем были, когда это рисовали? У нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина, фигура возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов. А еще литр текилы, литр рома, ящик пива, пол-литра эфира и две дюжинные амила. У меня вопрос даже не к компании, которая это заказала, потому что им это продали, чем-то это аргументировали. Возможно, в этом есть какой-то смысл. Мол, яркий билборд, все его видят. Ну реально, ребят. What the fuck is this? Чем можно было думать? Что делал дизайнер? Что делали маркетологи? Это же ужасно, мрачно и, во-первых, ни хрена не понятно. Вот вообще не понятно. Это билборд. То есть, что такое билборд? Это такая большая хрена настоящая возле дороги. И суть этой хреновины, стоящей возле дороги, проинформировать, дать рекламу проезжающим мимо автомобилям, не проходящим людям мимо. Билборд стоит на высоте, по-моему, 4 метра. Да люди не смотрят просто для этого сети лайты. Это для машин. И смысл за 3-4 секунды, чтобы человек понял, что там. Мать ее, я ехал, ни хрена не понял. Мне показалось, что просто единорога стошнило на билборд. Вот просто стошнило. И у меня не претензия к компании рекламной, которая это продала. Ребят, ну продали и продали. Ваша идея. У меня вопрос в дизайне. Ты видел, что ты рисовал? Вот просто. Ты видел это? Это же ужасно. Это такой психодел. Просто. Вот я на него смотрел. Я не понимаю. Это что? Ну, как бы. Новый уровень драг-дилеров. Они рекламу на билбордах вешают. Вот я вижу там, проезжал. Вот номер телефона. Думаю, это туда позвоните. И что? Мне ЛСД привезут? Вот где смысловая нагрузка в этом? Вы хотели, как бы, ну, привлечь внимание? Окей, ну сделайте это как-то, ну, смешно, интересно. В этом нет ничего смешного. Грустная жаба. Я надеюсь, это жаба. Какой-то психодел на заднем плане. Психодел вот такой рисует, когда люди находятся под чем-то, да. То есть, эта жаба находится под чем-то. И что-то пишет. Ваше грустное лицо. Дальше просто ты прочесть не успеешь. Грустное лицо от чего? От жизни хреновой. Мы тебе предлагаем из депресса выйти. Ребят, если вы дизайнеры, если вы вот такую херню рисуете, а подробно назвать просто не могу. Вот нет там ничего с точки зрения дизайна вот такого. Привлекает внимание? Да. Любое яркое пятно будет привлекать внимание. Несет информацию? Нет. Графическое общение? Нет. Вызывает это какой-то уровень доверия? Узнавая из бренда? Нет. Скорее только раздражение у большинства людей, которые... А я многим показываю, просто сидели, ржали. Это вот это прикол. И таких билбордов куча. Хочу сказать, что рекламная компания, которая делает билборды для этой компании, которая не показывает, она замазана, потому что я не хочу создавать ни антирекламу, ни рекламу компании. Компания нормальная, хорошая. Я ее услугами сам лично пользовался. Меня все устраивает. Все класс. И до этого у них была в принципе прикольная, интересная реклама. С легким креативом. Там были реально прикольные штуки. К сожалению, не могу их найти сейчас уже. Билборды не читают, но были прикольные. Но когда я видел вот это, у меня созрел только один вопрос. Ребят, вы под чем были, когда это рисовали? Вот на кого это рассчитано? Вот тут реально. Вот вы же это видео посмотрите. Просто напишите в комментариях, вам нравится такая реклама? Вы бы на нее отреагировали? Ну, вы бы захотели пользоваться услугами компании, у которой вот такая реклама? В комментариях, пожалуйста, напишите. Возможно, я не прав. Возможно, это мое просто эмоциональное отношение. Конечно, это же мое субъективное мнение. Как человека, но как дизайнер, могу сказать следующее. Вот в этой какофонии цвета, наляпенности просто всего на свете разобрать какую-либо информацию, быстро, не представляется возможным. Просто нужно остановиться. Представляете, я вот еду на машине, просто останавливаюсь и читаю билборд. Вот как это называют? Вот это передача информации, вот must have. И вот из-за таких вот дизайнеров, горе-дизайнеров, то что я предполагаю, что в отделе маркетинга там особо не заморачиваются, просто давайте креатив. А вот горе-дизайнер взял какой-то мемчик и слепил вот это, и сказал, так это круто. Дружище, если ты меня смотришь, я понимаю, что тебя, наверное, держат в подвале. Еду тебе есть, пить и заставляют тебя делать вот это. Если это не так, ну, ты вот сам гордишься своей работой, вот тебе это нравится. Я уверен, что нет. Отстаивай свое мнение. Ты мог сделать эту жабу, мог не делать этот психодел на заднем плане, там просто не нужен. Как-то по-другому это брать, просто какой-то равномерный фон поставить. И тогда бы информация лучше читалась. Да, вот взяли, и у меня претензия не к жабу, у меня в целом к этому психоделлу претензия, потому что лично я не совсем понимаю использование психодела в графическом дизайне, как стиля, потому что он себя, ну, в данном случае не оправдует. Психодел, как странно бы сейчас это не звучало, очень хорошо работает на молодую аудиторию, на детей. Да, потому что они воспринимают все через эмоциональные, яркие посылы. И мне мало представляется, да, что 12-летний пацан едет на машине, видит тут рекламу, идут, о, сейчас позвоню-ка, закажу себе эти услуги. Вот вообще не представляю. Взрослый человек, старше 20 лет, ведь вот эту рекламу будет просто ржать сидеть. Да, он посмеется, да, эмоции он получит. Но реклама будет работать, человек наберет номер, который он даже не запомнит, потому что смотреть на него не будет, потому что этот номер не бросается в глаза, бросается в глаза, вот эта жаба и вот этот психодел, больше ничего. Не делайте такой дизайн, это плохой дизайн. Вот просто по умолчанию, of the bad. Данное видео, это вот такой вот, ну, маленький эмоциональный сброс. Если вам понравились вот такие разборы, вот такого трэша, пишите об этом в комментарии, буду делать такие видосики почаще. С вами был Виталий Мичуковский, спасибо, что уделили мне немножечко времени. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok